я вас не вижу вас не видно а простите час минутку я просто делается в том что я не очень это умею это а как сделать мне так у вас глазок то если есть внизу тут три знака красный не трогать а это 20 синие троньте средний как раз вот а вот спасибо господи добрый день я очень рад я вас это это очень рад вас это очень это рад вас видеть слышать я просто как бы это просто для меня какое-то чудо просто уже шесть что я сейчас с вами общаюсь очень давно вас знаю в интернет-пространстве очень много слежу за вами смотрю очень уже не один год уже а вот и тот их решил вам вот связаться хотел с вами вот и по такому вопросу я буду краток чтобы время вас не занимать много вот делается в том что мы вот я из петера звоню вам я сейчас в санкт-петербурге нахожусь вот они слышите меня я слышу вас хорошо а вот я сам являюсь православным я в бога беру вот у меня как бы были такие я сам сам татарин вот например православную веру на вот и вот такая ситуация у нас мы хотим в очень в тверской области с другом приобрели дом а вот и и хотим вот сделать вот как бы на не точную но хотя бы приблизительно кальку вот так же как вот у вас тоже хотим вот организовать православную общину там вот по уставу по такому же чтобы там этот принимать туда нуждающихся православных верующих ну первое то условие конечно это у меня это сухой закон то есть мы там вот у нас там это там земля там мы приобрели землю хотим хозяйства дом там есть не правда там запущено все состояние вот это 400 это балабоя это 400 километров от москвы а вот и 40 километров от петербурга между питером и москвой а вот и а я бы хотел бы вот если бы с вами будет познакомиться чтобы нам вот как бы мы в этом деле не опытные как бы такие вот и хотели будут организовать православную общину дать как бы название тоже вот но я думаю может быть дать название как бы тоже такое братство православное братство всемилостиво спас и ну вот как у вас ну не знаю вот это такой вариант просто пока еще вот я хотел бы с вами посоветоваться с чего начать нам вот это дело вот как как бы вот как бы вот чтобы нам духовно там как будто может быть окорбляться как-то чтобы нас кто-то мог бы там вести помогать нам в плане духовного вот этого преображения такого чтобы там как бы простите меня я очень это такое не очень хорошо говорю вот поняли меня в чем вот суть моего вопроса и в чем вот суть моего этого вот этой проблемы я понял вас но только скажу что это не очень очень непростое дело люди разные многие нерожденные свыше они пытаются это же делать и думаю только как деньги как прожить а мы об этом не думали никогда и господь все дает если вы за нами следите вы знаете какие события у нас были последний месяц и сегодня такая радость все нам возвратили вот какое дело то тут так в первую очередь у вас священника нету это первое у нас священник дальше мы уже готовая деревня почему вы нам не позвонили могли бы приехать сюда здесь все есть абсолютно и пастбище из вот у нас староста приехал ничего не было сейчас у него 1200 гектаров пшеница гречка лен горох и кажется у него еще есть то есть и гадик и пышка вам к вам очень вот такое ощущение я посмотрел по карте вы такое ощущение что вы находитесь просто на другом конце вот земли просто удалось так далеко туда добираться а вот так вам ехать только на машине вот есть только там два с половиной дня вам ехать непрестанно если не останавливаюсь к вам ехать просто это как бы такие пока мы пока такие затраты пока не склон просто я конечно хотел бы мне к вам приехать но так это очень финансово и по времени это очень накладно очень территория очень далеко очень уж далеко вы находитесь а вот а так вот как бы так вот господь так дал нам дети в Тверской области участок земли. Дом там в хорошем состоянии. Там, правда, предыдущий хозяин. Мы там приобрели, купили там его, чтобы вот так сделать хозяйство православное, чтобы там братство было, чтобы там приезжали бы люди туда нуждающиеся. Там все по любви, чтобы было бы истинно вот так вот. Там дом пустой, просто там вообще все, там его надо дом его оживотворить надо, оживить надо. Там он мебель всю вывез, у нас в доме ничего нету там. Но там есть как бы сарай, там есть коровник такой разрушенный все, там в таком запустении все в таком. И деревня такая, она там никого там мало. Место глухое, тихое. Но там есть церковь, церковь есть рядом. И вот в соседней деревне есть церкви. Вот. Вопрос со священником там, если что, там ну, сможем там найти у кого-то там, исповедоваться там, чтобы окормляться как-то у кого-то. Вы так близко к экрану, у вас только одно ухо видать. А я просто, это просто вас плохо слышно, я поэтому, чтобы вас лучше слышать, я ухо приклонил к смартфону, чтобы вас слышать их. А? Почему плохо, непонятно. У меня же специально есть здесь, как это так, плохо. Не, я просто очень, не, я просто очень тихонько, у меня очень динамик тихонький, это, наверное, у меня проблема. Я поэтому голову прислонил ухо к этому, к динамику, чтобы вас лучше слышать было мне. Ну да, я понял. Вот. Вот, я хотел бы вот это, Игнатий Тихонович, меня зовут Павел, просто знаете, у меня как бы вот еще такой момент, я бы хотел бы с вами, вот если возможно это, можно как бы вот с вами вот познакомиться поближе и в дальнейшем просто как бы с вами вот связываться, если вот какие-то вопросы у нас будут возникаться, чтобы как бы вы взяли нас под свою опеку, вот в плане вот, ну вот, совета там, вопросы, если какие-то у нас будут возникать, чтобы мы к вам, если что, вот могли бы с братом обращаться, звонить вам, вот, и спрашивать ваши советы, чтобы вы нас немножко здесь вот руководили вот в этом деле, мы как бы в этом нуждаемся, потому что мы неопытные, как бы у нас мы как бы люди это с больших мегаполисов, вот, и как бы к деревне мы так не приспособлены, вот, и как бы я сам родился в Москве, там, друг этот, в Питере, вот, мы в большом городе, и у нас нету навыков деревенской жизни, и опыта нету никакого, вот, но единственное, просто мы хотим как бы такой организовать, такой там просто вот, ну, как бы типа скит такой, сделать скит там, вот, чтобы можно было там тоже правило какое-то установить, там общее, братское, там ежедневные утренние молитвы, чтобы кто приезжал туда, чтобы утренние молитвы общие читали, мы вечерние молитвы читали, вот, и как-то вот духовно нас это окормлять, вот, если как бы вот, я бы хотел, я бы хотел, чтобы нас вот направляли вот духовно и по действию хозяйства, поведению хозяйства, вот. Пожелание хорошее, ну, сколько я знаю, начинали люди, ни у кого ничего не получилось, и все разъехались. Это надо, чтобы люди были рожденные свыше, любили слово Божие, а тогда уже объединяются верующие, а не так, мы соберемся, а потом будут верующие, не получится так. Сразу неправильный выход. Вы должны все время заниматься Словом Божиим, выпросить у Бога рождение свыше. Благодать Духа Святого, что была с вами. Тогда можно будет ожидать. А так, просто мы имеем сведения о многих, которые начинали, богатые люди участвовали, все рассыпалось, ничего нету, один ветер гуляет там. Не, ну да, конечно, это, Игнатий Тихим, мы хотим, конечно, с Божьей помощью, с Божьей помощью, как бы, конечно, мы хотим это все, это призвать Божья помощь к нам, чтобы Господь благословил наше дело это, это в первую очередь, вот, ну, и с Вашей помощью, с Божьей, с Вашей помощью. Ну ладно, договорились, когда товарищ, вместе с товарищем только будете заходить, не один. Ну так, я разрешаю вам приходить две недели один раз. Вы сейчас присоединяйтесь, я вам материал скинул, когда у нас идут занятия, у нас идут молитвы, и вы прислоняйтесь к этому, то увидите, туда ли вы зашли. То есть, к вам вот раз в две недели можно к вам вот звонить? можно, но только если вы будете ходить на занятия, будете участвовать в молитвах, а это так, ничего это не даст. Надо это ежедневно подогревать. Вот, я вам скинул материал, как к нашему обществу пристать, вы позвоните, чтобы вас приняли, и скажите, что я дал добро. Мое слово там много значит. И вас примут. И чтобы у вас не было никаких ник автоаватаров, а имя свое и фамилия своя. Вы начнете сразу, как-то маленько отодвиньтесь еще, чтобы я вас увидел. Вот так вот. Вот вы сейчас можете бросить бритву и не бриться? Да, да, да. Я когда туда, я как бы туда поеду, я хочу отпустить городу, я просто здесь в городе, у меня просто по работе здесь связано с тем, что мне вот приходится вот так вот. А я хотел бы вот немножко вот отречься от этого мира и поехать туда, в эту Тверскую область, и уже отпустить городу уже там, и как бы, и уже... Так, слушайте внимательно. У вас сразу неправильно. Я на работе, мы все на работе, но у нас ни одного нет, чтобы хоть я на волосинку тронул. Притом, как, врач кровевой больницы, кровевой прокуратуры, следователь по особо тяжким государственным преступлениям, то есть люди, ну и преподаватель в школе, и все с бородами. В армию идут, бороду не трогают. Вот это какое дело-то. Вы на завтра не откладываете. Доброе дело нужно делать сразу. Никакие отговорки, гнилые подпорки не делать. Так у вас не будет ничего. Первый шаг уже неправильный. Я с Богом. Каждый день вставайте на молитву. Договоритесь, чтобы хотя на пять минут встать ночью помолиться. Мы встаем в одно время. Вы с нами вставать не будете. По местному времени мы встаем в 4.40. Сразу не попадете. А какой я совет могу дать, когда вы не выполняете? Все посты строго соблюдать. Мы православные, не какие-то сектанты. Вот сейчас 14 по 28 будет пост. Пост. Вот так, Успенский. И поэтому в это время поставить. Две недели нельзя есть. Мясо, молочное. Рыбу только 29 августа. Один раз. Ну да, вот Игнатий Тихонович, мы хотим воплотить это всю жизнь. Когда туда вот мы уже туда переселимся и там хотим просто вот жить уже руками труд своих. Вы можете умереть сегодня. Сегодня и Бродобритый. А Бродобритый даже в земной Иерусалим Давид не пустил. А вот мы пойдем, а тогда будем. Нет. Ныне, когда услышите голос Божий, не ожестощите сердец ваших, как во дни ропота и погибли все. Откуда вы знаете, что будете жить? Мы до вечера, может, не доживем. Сразу, как только услышал, сразу Бритву выпросить сегодня же. Не ожидая. Как жена будет говорить? Ничего не получится. Как жили, так и живите. Вы сами себя обманывать начинаете с первой ступеньки. Это не пройдет такой номер. Ну все, пока отхожу. С Богом. Спасибо, Господи. А когда...